Денис Колесников Денис Колесников Денис Колесников Денис Колесников Денис Колесников Денис Колесников Не работал с режиссёрами, потому что они бы старались меня как-то переделывать, а я вот всё это время занимаюсь тем, чем я люблю заниматься, и занимаюсь этим так, как я хочу этим заниматься. То есть, ответ прост. Нужно быть собой и вот просто развиваться, а развитие – это, как правило, тот самый накопленный рабочий опыт в какой-либо сфере, неважно, в какой, в озвучке или в машиностроении, например. Ну, вот сейчас в голове у меня возник образ такого режиссёра, а-ля сержанта американской армии, который говорит «Твою мать, ты должен лечь под меня, иначе у нас ничего не получится! Здесь могу работать только я, но не ты, солдат!» Ну, вот, да. Как знать, насколько бы это на неокрепшую молодую психику могло бы подействовать 13 лет назад, мы же не знаем. И хорошо, может быть, что не подействует. Ну, я, если вспоминаю, когда ты появлялся в таких больших уже коммерческих студиях столичных, я могу сказать точно, что у меня просто либо дрожил голос, либо вот тряслись колени просто вообще. И когда говорили «Ну, давайте запишем что-нибудь», и ты такой… Господи, думаешь, какое же это всё фуфло! Потому что этим людям наплевать на тебя. А ты такой приходишь и думаешь, ну, пожалейте или что-то, скажите. Поэтому, да, для многих появление где-то в кабине, в чужой, не в своей, это всегда стресс, это всегда напряг, это всегда какая-то такая фигня, которую надо преодолеть. Но ты же все равно появлялся где-то в каких-то местах, начал появляться. Как ты, у тебя посещала робость или тебе приходилось преодолевать вот эту историю или нет? Разумеется, потому что я, например, участвовал, сколько у меня было? У меня, по-моему, опыт был только в трех дубляжных картинах, если я не ошибаюсь. Это самое первое. Одно, я даже помню, это была анимационная картина. Один из них был, это мультик, да, «Индюки назад в будущее». Самые первые – это «Your Highness», как это, ваш, а «Храбрый перцем», да, в русском прокате они назывались «Храбрый перцем». И совсем вот из недавнего, если это можно назвать недавним, 2015 или 2016 год, это «Ультраамериканцы», где замечательный мой друг, обожаемый мной Петр Гланс, собрал меня, позвал еще Руслана Кубик в Кубе, Габидулина, и Мишу Кшиштовского, это психодозер, очень известный блогер на Ютьюбе. И вот мы такой бригадой, собственно, озвучивали нескольких персонажей в фильме «Ультраамериканцы». Причем, когда Петя меня позвал, так совпало, что я приезжал на какое-то мероприятие в Москву, и Петя мне сказал, слушай, ну ты же типа остаешься завтра еще на один день, а мы как раз пишем на Мосфильме «Ультраамериканцев», там для тебя есть один персонажик, он коротенько, там, на пять минут ты приедешь, мы его там по-быстрому озвучим, и все, и будешь свободен. Когда мы приехали на дубляж «Ультраамериканцев», выяснилось, что того самого персонажа, которого я должен был озвучивать, я самые пять минут уже озвучил какой-то актер, но не было озвучки главного антигероя, у которого, как вы понимаете, раз он антигерой, гораздо больше хронометража в фильме, чем пять минут. Это меня, конечно, шокировало, потому что я-то думал, что мы действительно приедем, запишем пять минут, и все, и будем свободны, как ветер в поле, но нет, тоже, мне кажется, часа три или почти четыре часа я писал вот эту свою роль в «Ультраамериканцах» тогда, вместе с Петей в том числе. Так что вот так вот бывает, едешь записывать одного, думаешь, а, легкотня, что там делать-то нефиг, а приезжаешь, а тебе говорит, а вот, пожалуйста, антигерой не озвучен, давай-ка, пробуй, погнали. Дубляж – это вообще такая тонкая история. Абсолютно. Я туда не лезу, потому что я не люблю дубляж. Я вам сразу скажу, я себя, как рыба, в воде чувствую именно в закадре. Вот лично мне, Владу, если хочется отдохнуть, выйти от всех этих приборов и зайти куда-нибудь, там, я не знаю, либо в гостиную, либо на кухню, и включить, неважно, что, теорию или там «Юный Шелдон», я всегда поражался тому, насколько комфортно это слушать. Вот как так удается, как удалось поймать такую манеру, когда вот, ну, совершенно ничего не раздражает. Вот слушаешь, и ты сквозь твой голос видишь этих персонажей. Они выпуклые, они реальные, они настоящие. И я вот смотрю на них, и этот голос растворяется, он где-то там далеко, и всё, у меня они как-то вообще не ассоциируются вот прям вот с твоим голосом. Они живут сами по себе. Как это удается? В чём секрет? У меня нет ответа на этот вопрос. Я клянусь. Возможно, большой плюс, опять-таки, для меня, для кого-то это может быть и минус, у меня не так много работ. Если посмотреть за 13 лет количество сериалов и фильмов, ну, ладно, по фильмам в прошлом году, потому что я попал на ВИНК, на видеосервис ВИНК, и там просто у меня в эксклюзиве было какое-то количество фильмов, которые нужно было озвучить. Одному, опять-таки, да, не в дубляже, а именно моя закадровая озвучка. Но до этого, если брать список фильмов до 2020 года, их было, по сути, вот три или четыре, которые мы в том числе обсуждали, дубляжные. И были сериалы. Но сериалы у меня были очень долгоиграющие. Теория Большого Взрыва шла 12 сезонов. Как я встретил вашу маму, шел 9 сезонов. Был еще сериал Майка Молли, он шел 6 сезонов. Ну, то есть, если брать общее количество проектов за эти 13 лет, их не так много. И это и в том числе тоже ответ на вопрос, как мне удавалось держать в голове такое количество персонажей и всегда вспоминать, каким тембром я того или иного озвучиваю. Потому что, когда ты озвучиваешь один сериал все те же самые 10 лет, сколько ты, в принципе, этим занимаешься, ну, у тебя это в подкорке. И ты на автомате уже включаешься в эту озвучку. Плюс, наверное, это, кстати, совет людям, которые хотят попробовать пойти по моим стопам, то есть, заниматься одноголосой озвучкой. Вот я не могу это назвать, кстати, авторским переводом. Потому что авторские переводы для меня как раз-таки это Гаврилов, Михалев, Владарский. То есть, люди, которые сами и переводили, и озвучивали, и вот создавали это все. Все-таки у меня сложилось так, что я очень давно работаю с командой переводчиков, которым я отправляю материалы на озвучку сериала, фильма, неважно. Потом, да, у меня есть, так сказать, право первой брачной ночи. Я всегда допиливаю с точки зрения редактора все эти тексты. То есть, финальная редактура всегда на мне. Именно поэтому я еще лучше ознакомлюсь с материалом, который мне нужно озвучивать. И еще, наверное, поэтому мне не так сложно уже в итоге именно вставать у микрофона и озвучивать этих всех героев. Потому что я уже посмотрел на английском один раз серию. Потом я посмотрел перевод. Потом я отредактировал. И уже там в четвертый или пятый раз я стою уже у себя в кабинке и озвучиваю это. Ну, это такой процесс. И когда мне люди говорят, Денис, а мы там смотрели теорию Большого Взрыва пять раз, или там четыре раза, или три раза уже пересмотрели. А я так считаю, что, ну, в принципе, каждый свой сериал и каждый свой фильм я тоже четыре-пять раз, в принципе, наверное, просматривал. Ну, так вот выходит. Ну, то есть, ты конкретно в этом варишься, в этой похлебке, в этом бульончике, да, чтобы он был действительно вкусным, чтобы, как помнишь ту сказку, чтобы это была действительно услада для желудка. Ну, я по-другому не могу. Я не могу взять чей-то чужой текст, если вот мы не говорим как раз-таки об отдельных проектах, которые присутствуют на дубляже, и они редактированы каким-то другим человеком, их переводил человек, который не знает там мои подачи. Мои переводчики меня уже наизусть знают. Они даже могут фразы при переводе стараться подстраивать именно под мою манеру речи, в том числе, разговорные, да. И мне поэтому с ними легко и хорошо. Плюс я еще раз повторюсь, я могу еще сам подредактировать, если что-то мне кажется, там вот надо переставить слова местами, потому что так они лучше лягут и будут более естественнее, не художественно-литературно, а именно разговорно звучать, потому что, ну, мой материал, это 90% случаев это всегда комедия, и в комедии очень важно, чтобы был вот этот легкий, задорный разговорный язык. Это очень важно. Потому что если он будет художественной и литературной в комедии, ну, это только какая-то специфическая комедия должна быть, а вот, чтобы на постоянку, нет. О, а как вообще удалось придумать такое название, «Кураж Бомбей», вот, как так вышло? Я сейчас вам не могу сказать точно, потому что это словосочетание вообще у нас в наших краях, в наших самарских, самарско-тольяттинских краях, оно ходило еще, мне кажется, с 2000-х. То есть вот оно откуда-то всплыло, кто-то придумал его из народа. То есть такой локальный мем такой был. Да, который означал, что это какая-то веселуха. Ну, то есть «Кураж Бомбей» – это вот что-то веселое. Сегодня будет «Кураж Бомбей». То есть это, наверное, что-то должно быть прям очень веселое, крутое, зажигательное. Но уже когда я зарегистрировал это как торговую марку, «Кураж Бомбей», во-первых, через букву «А», оно пишется специально, чтобы не было никаких претензий со стороны жителей города Бомбей, хотя он уже давно даже не Бомбей, а Мумбаи нынче называется. Но тем не менее, чтобы как торговая марка оно смотрелось еще красиво и интересно, в слове «Бомбей» все-таки мы пишем букву «А», а не «О». И вот уже как финальная торговая марка «Кураж Бомбей» вот в таком виде она появилась. Ну, а отвечая на вопрос, что это значит, ну, в принципе, я уже ответил. Это что-то такое позитивное, это и «Кураж», и «Бомбей», и, в общем, сплошная радость и позитив. Скажи, пожалуйста, раз уж ты представляешь эту марку сам, ну, как есть, ты являешься фронтменом этой марки, ты чувствуешь себя боссом вообще в этом коллективе? Ну, да, потому что на мне очень много завязано, это правда. В этом предприятии, я не знаю, в этом заводике свечном маленьком. Маленький свечной заводик. Да, это так, я объясню почему. Потому что, когда ко мне приходят другие компании, бренды, несмотря на то, что есть менеджер, который занимается именно проектами, рекламой, но это отдельная стезя, которую у нас просто… Ну, мы можем записывать рекламу, мы ее пишем. Что тут скрывать-то? Но, когда приходит кто-то с большим проектом, естественно, ко мне обращаются напрямую. Просто потому что, ну, вот как-то у людей ассоциируется, что Денис Колесников – это Кураж Бомби, а Кураж Бомби – это Денис Колесников. Ну, во всяком случае, в социальных сетях, наверное, это так должно выглядеть. Хотя, повторюсь, это все-таки студия, это бренд, за которым стоит… Стою не только один я, но есть еще люди, переводчики, есть звукорежиссер, есть, опять-таки, менеджер. Так что, ну, вы должны понимать, что это целый проект, это такое творческое объединение людей, если вы хотите. Вот как происходит подготовка материала? Вот как получается, что кто-то что-то приносит, и все говорят, да, классно, берем? Откуда вообще все это появляется? Ты сам смотришь эти новые сериалы, или что? Или ты там листаешь рейтинги каждую неделю какие-то, или там пользуешься сарафаном, когда все говорят, о, клево-клево-клево-клево. А как? Несколько лет назад я еще, наверное, занимался этим сам. Я отсматривал действительно, что там нового интересного появляется, и ориентировался на свой вкус. Я продолжаю этим заниматься и по сей день, но сейчас, так как у нас вот уже больше года происходит наше эксклюзивное сотрудничество с платформой ВИНГ, видеосервис ВИНГ от Ростелекома, где я вот по этому соглашению озвучиваю сериалы и фильмы только для них, и они выходят только на их площадки. Но там выходит не то, что они мне предлагают и говорят, «Денис, вот нам надо обязательно это продать, поэтому мы тебе это отдаем, ты озвучиваешь». Нет, мы... Одна из основных договоренностей, когда мы с ними все это обсуждали, всю эту эксклюзивность, я говорю, ребята, это очень круто, что вы меня заметили и хотите у себя именно на эксклюзиве размещать. У них просто есть еще Дмитрий Пучков-Гоблин. Он тоже у них эксклюзивно, все его переводы, озвучки, фильмы, сериалы там присутствуют. Но одно из моих условий было то, что я хочу, вот вы предлагайте, а я буду уже смотреть. То есть не потому, что я там выкобениваюсь, но просто я знаю по опыту своей работы ранее, когда ты берешься за проекты чисто финансовые, они, наверное, могут приносить именно финансовое удовлетворение, но в плане работы, когда ты озвучиваешь там пару сезонов того, чего, по идее, лучше было вообще не браться за это, но это, ты теряешься в этом, расплываешься и тебе уже самому не нравится все то, что ты делаешь. Поэтому вот было условие, что мы с вами вместе садимся, отбираем какой-то пул сериалов, которые подойдут для меня, и тогда уже работаем над ними. Таким вот образом, например, в прошлом году, в прошлый год вообще вышел какой-то такой у меня из британских сериалов три отличных, мне кажется, комедийных сериала вышло в моей озвучке. Это «Охотники за ножевой», потом был сериал «Призраки», и потом были еще три сезона сериала «Хулиганье». В сериале «Хулиганье» я впервые для себя в публичной плоскости ругаюсь матом. Но потому что, в отличие от других сериалов, которые я озвучиваю, в которых мата либо нет, либо очень мало, в этом сериале ну никак нельзя было его обыгрывать какими-то смягчениями, усмешнениями, потому что мы бы потеряли там всю искренность, всю честность этих персонажей, которые там так... Ну, они так говорят, ну что мы будем скрывать? Ирландские обычные пацаны, ну как они? Ну, они не могут же говорить «Бугагашенька», правильно? Ну, конечно. Они ругаются матом. По-своему, по-пацански ругаются матом. И не так уж и много, но где есть, то есть. Так, следующий вопрос о технической стороне дела. Наверняка у многих есть какие-то вопросы на тему «А как выглядит вот сейчас твоя студия? Как вообще происходит все? Какой сейчас микрофон? Микрофон и вообще доволен ли ты тем, как проходит твое время на работе? Поскольку на работе ты проводишь, ну, я так думаю, часов 12-14 точно. Ну, 10 минимум, да. 12 – это уже прям надо... Это прям уже вообще без сна. Но 10 точно в день я провожу на студии. Что вам сказать про... Я в плане микрофонов, я, кстати, большой фанат нашего российского производства. Поэтому сейчас у меня стоит 519-я октава. И на нее я записываюсь. Все... Меня все устраивает. То есть, для моего тембра конкретного, наверное, она наиболее подходящая. Я не вижу смысла платить невероятно большие, с учетом нынешнего курса, деньги за Ноймана и прочее. Может быть, они дадут какие-то еще там дополнительные обертона. Но с учетом того, что мы сейчас... Мы же тоже отслеживаем, как и куда все это уходит в плане нашей озвучки и кто где их смотрит. И с учетом того, что люди сейчас зачастую смотрят вообще все это с телефонов буквально. Разница в звучании Ноймана и 519-й октавы на телефоне из динамика, ребята, поверьте, она настолько... Да ее нет, наверное, просто. Ее просто никто никогда не услышит. Поэтому вот это моя абсолютно рабочая лошадка, эта 519-я октава. И уже много лет я на ней записываюсь. Меня все устраивает, ну и, как видите, устраивает всех остальных слушателей и зрителей в том числе. Ну, а кабина большая? Нет. Сколько? Два на два, три на три, четыре на четыре? Или это похоже на большой павильон в Мосфильме? Это похоже на хорошо зашумленную комнату. Ну, по сути, это и есть комната. То есть, мы не стали строить именно кабину, решили дать там воздуха, чтобы там был воздух все-таки при озвучке. Не для того, чтобы там гуляло эхо, а просто, чтобы вот не было вот этого, знаете, ты стоишь у стены, которая полностью в изолоне в этом, и все вроде классно, все ничего не слышно, все зашумлено, но нету никаких живых вот этих вот высоких частот, все настолько прям низко, вот это, нет, решили от этого отказаться. Субтитры сделал DimaTorzok